30 сентября Мы называем этот день, 30 сентября, вселенским именинным, потому что очень много женщин носят эти имена веры, надежды, любовь, София. Это христианские добродетели. И вспоминая этих святых, мы, конечно же, вспоминаем ту эпоху. Это заря христианства. Это второй век по Рождестве Христу. Будучи вдовой, София воспитала своих дочерей в вере. И эту веру святые, вот эти мученики будущие, девочки, не скрывали. То есть они открыто называли себя христианами. А в то время в Римской империи христианство было гонимо. И поэтому они, заведомо понимая, что они подвергают себе опасности, они не отрекались от Христа. Но делали это естественно, проповедовали свою веру. То есть молились, рассказывали людям о Христе и делились своей радостью, так как они понимали свою веру. На них был донос. На них донесли императору. Император был именем Адриан. И он был очень жестоким человеком и ненавистником всего христианства. Он был язычником, идолопоклонником и имел нечестивую грешную жизнь. Когда он узнал о том, что есть в его империи такая вот, и тут в Риме, в столице империи, верующая семья, он пригласил их к себе. И, конечно же, София понимала, что ее с дочерями ведут не праздновать. Не в гости, не на пир ведут их, а на страшные испытания. И она укрепляла своих дочерей, чтобы они мужественно исповедовали веру христианскую и не отреклись от нее. Адриан уговорами, лестью, подарками хотел соблазнить святых мучениц, чтобы они отреклись от Христа. И взамен он им дал бы очень много даров, подарков, ну и, конечно, жизнь сохранил. Но девочки не вняли вот этим листивым, лживым речам. И тогда император решил устрашениями, пытками вырвать из них отречение от Господа. И начал он пытать и казнить старшую сестру их. Им было 12, 10 и 9 лет. Это совсем юная траковица. Но все они мужественно претерпели испытания и в житиях святых. А ведь что такое жития святых? Жития святых — это фактически протоколы тех допросов и пыток, которые вели эти палачи. Все это сохранилось и до наших дней. И чудеса являл Господь на этих юных и слабых девах. Их клали на колесо, распластали и били палками до того, что плоть их расползалась под ударами. Потом их бросали на раскаленную железную решетку и бросали в кипящее олово. Одного только наименования этих пыток хватит для человека, чтобы он лишился жизни. Они все это претерпевали. То есть Бог даровал им такую силу. А по учению Святой Церкви мы понимаем, что мученики имели возможность удерживаться в терпении и благодушно переносить скорби только лишь потому, что ни на одно мгновение они не теряли связи с Богом. Если только человек теряет связь с Богом, теряется вера, божественная благодать отходит от человека, и он теряет силу и отрекается. Вот надо сказать, что ни вера, ни надежда, ни любовь, самая младшая, не лишились поддержки Господа, потому что имели крепкую веру и до конца претерпели все испытания. А мать их, София, она их укрепляла и ободряла. Когда все дочери были казнены, то есть мучители видели, что Бог являет им великую милость, не внял Адриан, что это Христос являет силу. Он думал, что они такие сильные чародейки, и что над них вот эти силы бесовские являют через волхование свою помощь. Это безумие. И он так и не внял истине о силе Христовой веры и велел этих девочек усечь мечом. То есть им они были обезглавлены. Тела, растерзанные дочерей, были отданы Софии, и она их похоронила. И три дня она провела в покаянной молитве на могилах своих дочерей и мирно предала душу Господу. Поэтому мы в этот день прославляем Христа и Его святых мучениц, которые доказали Богу верность и вошли через страдания в великую славу. И великое небесное царствие. С нравственной точки зрения необходимо здесь выводы сделать и нам такие. Дело в том, что современная человеческая цивилизация, она очень сильно повреждена в глубине своего миропонимания. То есть сейчас уже, когда мы говорим о любви, то мир уже воспринимает чувственные желания, какую-то похоть. А ведь любовь — это жертва. И более того, нужно, чтобы каждый человек, и христианин, и любой человек понимал, что любовь — это задача. Потому что нам необходимо любить друг друга. Мы сами страдаем от того, что не имеем любви. И мы хотим избавиться от чувства ненависти, от неприязни, но она у нас не получается. И земля стонет от ненависти. Так значит, полюби, и тебе будет хорошо, и вокруг тебя, и вокруг другим людям будет хорошо. Так вот, любовь — это задача. Вера в Бога — это задача, которую надо поставить перед собой. Многие люди, приходя в Храм Божий, страдают и не могут взять помощи в церкви, в святом месте, потому что не имеют веры. И мы, священники, помогаем таким людям обрести веру. Рассказываем, объясняем с тем, чтобы человек добровольно сам принял решение. С Богом он верует он или нет. И если человек понимает, что ему надо любить, понимает, что ему надо веровать, понимает, что ему надо надеяться, в нём будет сила жизни. И вот эти вот христианские добродетели, вера, надежда, любовь, они приводят человека к мудрости. То есть София — это мудрость. А мудрость бывает только тогда, когда человек свят и ведёт благочестивую жизнь. Други ещё вопрос. Пожалуйста. Вы, когда говорили о своих задачах, упоминали о воспитании благочестивого духовенства. Да. Это такая задача, как бы, в следствии с пониманием того, что не всё, а духовенство благочестиво. Нет, просто нет, не совсем так. Но воспитание, когда мы говорим о воспитании, мы говорим о воспитании нового духовенства. Я, может быть, неправильно выразился. Поскольку я 17 лет был не только правящим архиереем, но и ректором семинарии, я, когда говорил об этом, имел в виду как раз воспитание нового духовенства, молодёжи, которая приходит в церковь, которая принимает решение учиться и потом служить Богу, быть священнослужителями. Так, это ни в коем случае не характеристика, имеющаяся духовенство. Ещё вопрос тогда по образованию сразу. Вы когда-то говорили о том, что нужно развивать систему образования. Вы говорили о воскресном школе, о высшем образовании. У вас есть кафедра отдельной теологии. Встречались ли вы с ними, как это направление планируется развивать? Пока нет, пока нет, но у нас были очень добрые отношения с кафедрой теологии в Саратовском университете. Она была полностью, можно сказать, ну, так вот, в контакте постоянном с семинарией, преподаватели семинарские там и трудились, и трудятся. И у меня лично были очень такие добрые и близкие отношения практически со всеми студентами. Я не встречался, но студенты из Саратовской кафедры уже побывали здесь, на теологии, и уже мне рассказали какие-то особенности. Но я пока просто не мог. У меня пока не хватило на это времени. Ольга, у меня такой вопрос. За последние дни на этой литархии появились указы о новом назначении. Я правильно понимаю, что в вашей студии сейчас замещают те места, которые покинула старая команда? Да. Так же, как и в Саратове. Те места, которые покинула команда, которая приехала со мной, замещает та команда, которая приехала с Владыкой Игнатием. Только это, в общем-то, достаточно штатная ситуация. Я уже прочитал, мне уже принесли, да, такой вопль, караул, все пропало, что вот саратовские настоятели сменяют ульяновских. Я как-то сказал, что я не собираюсь никого менять просто ради того, чтобы заменить одних людей другими. Это не значит, что я даю торжественное обещание никого не трогать, никого никогда ни в каких ситуациях не менять, потому что все случается. И я, повторюсь, архиерет надзиратель. И моя задача сделать так, чтобы все подведомственное духовенство работало, и работало активно, успешно. Вот, если я буду видеть, что мои уговоры, мои какие-то распоряжения, мои какие-то просьбы не выполняются, конечно, я буду принимать в том числе и кадровое решение. Это совершенно естественно. И так поступает любой архиерей, так же, как любой начальствующий в той сфере, которая ему поручена. Но, еще раз повторю, задачи менять местных на приезжих у меня нет. Поэтому там несколько указов, они были действительно на вакантные места или на места, которых не было. Скажем, вот одного из приезжих своего секретаря, личного секретаря, я назначил настоятелем храма в честь новомучеников и исповедников российских при архиерейской резиденции. Храма еще не было. Он никогда не служил. Владыка Иосиф его делал. И он его доделал буквально в день отъезда. И мы сами решили, подумали в честь, кого он будет называться. И поскольку в этом доме, как я знаю, легенда, это действительно было достаточно много людей уничтожено в свое время, то я предложил, чтобы этот храм был именно честь новомучеников и исповедников российских, как бы перекликаясь с той историей, которая есть у этого дома. Это совершенно новое явление. Или, например, храм всех святых. Там вообще не было настоятеля. Это деревянный храм, который находится вот на этой территории. И фактически это один приход вместе с нашим собором Спасово-Вознесенским. Поэтому как-то вот так кто-то решил, кто-то или сам очень испугался, или решил кого окружающих напугать. Вот поэтому такие вот выходят странные статьи. Ну, это, наверное, естественно. Здравствуйте, дорогие друзья! Еще нам пришел замечательный вопрос о такой важной и сложной христианской добродетели, как любви к врагам. Как правильно понимать заповедь о любви к своим врагам? Ведь для того, чтобы искренне полюбить врага, я сначала должен простить ему тот поступок, из-за которого он стал моим врагом. Но как только я его простил, он уже мне не враг. То есть любить я буду уже не врага. Но если же любить врага без прощения, это, как мне кажется, будет фарисейством. Достаточно непростой вопрос, и, на мой взгляд, и сформулирован, то он сложно и запутанно. Призыв Христов любить врагов своих, благословлять проклинающих и творить добро обижающим нас бесспорно относится к одним из самых сложных евангельских призывов, о котором сложно даже говорить, а не то, чтобы исполнять на деле. И мне кажется, что это действительно одна из вершин христианской нравственности и благочестия. И прежде чем говорить об этой вершине, прежде чем пытаться ее покорить, наверное, стоит начать с несколько более приземленных вещей, более простых и удобных для исполнения. У замечательного английского писателя, религиозного философа Клайва Льюиса в его книге «Просто христианство», которую я весьма рекомендую к прочтению, есть замечательные размышления, как раз-таки по поводу любви к врагам. Среди прочего, он пишет. «Мне вспоминаются слова, произнесенные христианскими учителями. Ты должен ненавидеть зло, а не того, кто совершает его. Иными словами, ненавидеть грех, но не самого грешника». Долгое время я считал это различие странным и надуманным. Как можно ненавидеть то, что делает человек, и при этом любить его самого? «Но позднее я понял, что годами именно так я относился к одному человеку, а именно к самому себе. Как бы я ни ненавидел свою трусость, или лживость, или жадность, я, тем не менее, продолжаю любить себя. И мне это совсем не трудно». Мы видим с вами, что здесь Клайв Льюис рассуждает прежде о любви к врагам, о любви к ближнему. О том слове Христовом «возлюби ближнего своего, как самого себя», которое тоже непросто исполнить. «В минуты просветления», продолжает он, «я ненавижу свои дурные качества именно потому, что люблю себя. Именно поэтому так огорчало меня то, что я делал, каким я был». Следовательно, христианство не побуждает нас ни на гран смягчать ту ненависть, которую мы испытываем к жестокости или предательству. Мы должны их ненавидеть. Но христианство хочет, чтобы мы ненавидели их так же, как ненавидим собственные пороки. То есть, чтобы мы сожалели, что кто-то мог поступить так и надеялись, что когда-нибудь, где-нибудь он сможет исправиться. И снова стать человеком. Я могу себе представить, что кто-нибудь скажет, «Если человеку дозволено осуждать поступки врага и наказывать или даже убивать его, то в чем же тогда разница между христианской моралью и обычной человеческой точкой зрения? Разница есть и колоссальная». Помните, мы, христиане, верим, что человек живет вечно. Поэтому значения имеют только те маленькие отметины на нашем внутреннем «я», которые в конечном счете обращают душу человеческую либо в небесное, либо в адское существо. Мы можем убивать, если это необходимо, но не должны ненавидеть и упиваться ненавистью. Мы можем наказывать, если нужно, но не должны испытывать при этом удовольствие. Иными словами, мы должны убить глубоко гнездящуюся в нас враждебность, стремление отомстить за обиды. И должны так относиться к врагу, как относились бы к себе, то есть желать, чтобы он не был таким скверным, надеяться, что он сумеет исправиться. Вот что имеет в виду Библия, говоря, чтобы мы возлюбили своих врагов. Мы должны желать им добра, не питая к ним при этом особой нежности и не говоря, что они милые и славные люди, когда они не таковы. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на почту поступил вопрос, следующий в содержании. Что такое Божественная Литургия? В чем смысл ее? Божественная Литургия – это главная христианская православная служба. во время которой совершается таинство Святой Евхаристии, то есть таинство тела и крови Господа Иисуса Христа, когда святые дары, хлеб и вино, по молитве Церкви, становятся телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа, и затем верующие причащаются, соединяются с самим Господом Иисусом Христом по слову Его, что кто хочет войти в Царство Небесное, должен вкушать тело и кровь Господа Иисуса Христа, то есть соединяться с Ним самим. Божественная Литургия как чинопоследование церковное имеет сложный состав и длительную историю формирования. Надо сказать, что само слово «Литургия» греческое означает «общее дело». Древние греки придавали иное значение этому слову. Этим словом могло обозначаться любое общественно полезное дело, которое делалось для блага горожан того или иного города. Но уже в христианском понимании оно было перенесено на вот это вот богослужение, как самое главное богослужение. Первые христиане собирались обычно на вечерю Господня. Так и называлась тогда эта служба, которая впоследствии будет Божественной Литургией. И, конечно же, она была гораздо более краткой, но суть ее, само ядро было и тогда, присутствовало уже и тогда. Первоначально христиане собирались вечером, и этой вечере Господней предшествовало собрание, предшествовало общение верующих христиан. Затем уже около III века это богослужение было перенесено на утреннее время, потому что установилась традиция поста перед причащением. И затем уже в течение веков появляются многочисленные обряды, гимны, песнопения, которые встраиваются в структуру этой службы таким образом, что появляется вот это вот очень торжественное действие, которое сейчас из себя представляет Божественная Литургия. В нашей Русской Православной Церкви мы служим Божественной Литургией по чину Иоанна Златоуста, по чину Василия Великого, и также во время Великого Поста Божественную Литургию прежде освященных даров, которая носит имя святителя Григория Двоеслова. Первые две литургии, они относятся к византийской, к константинопольской традиции. И поскольку византийская традиция – это традиция придворная, в столичном городе, который был столицей византийских императоров, в соборе Святой Софии, службы были очень торжественные, очень пышные. Мы об этом читаем даже в летописи русской, что это повлияло на то, почему русские послы выбрали именно веру греческую, православную, потому что красота этой службы их настолько поразила, что они не поняли, на небе они или на земле. И вот в дальнейшем и в Византии, и на Руси вот этой вот внешней торжественной стороне придавалось очень большое значение. Конечно, служение отличается в кафедральном соборе или в простом сельском храме, но основа сохраняется византийского чина. Из трех главных частей состоит литургия. Первая часть – это проскомидия, приношение хлеба и вина, молитвы над этими веществами, приготовление хлеба таким образом, чтобы он мог в дальнейшем послужить для присуществления в тело Христова, положение на дискос, священный сосуд, который стоит сначала на жертвеннике, а затем переносится на престол, вливание в чашу вина, приготовленного соответствующим образом, а также изъятие частиц из просфор. Просфорами называются специальные части хлеба, выпеченные особым образом. Есть большие просфоры, есть малые просфоры, и вот из больших просфор вынимаются частицы за тех или иных святых, из малых просфор за всех людей, которые подали эти просфоры на поминовение. Затем, когда завершилась проскомидия, совершается первая часть самой божественной литургии, которая называется «Литургия слова». Центральным моментом этой части является чтение священного писания из апостольских посланий, из Евангелия, проповедь, иногда говорится священникам, молитвы, затем следуют за живых и умерших. И затем оканчивается эта часть «Отпустом оглашенных». Другое название этой части – «Литургия оглашенных». Кто такие оглашенные? Оглашенные – это те верующие христиане, в древности они так назывались, которые еще не сподобились таинству святого крещения, но готовились к крещению, и за это время они слушали различные поучения, им оглашали христианское учение или провозглашали. И вот они имели право присутствовать только на этой части божественной литургии, там, где читалось только священное писание. Затем их отпускали, следовал отпуст, когда они должны были покинуть собрание верующих, и следовала дальнейшая часть литургии, и самое главное – литургии верных, на которой уже могли находиться только те, кто крещен, кто полностью уже посвящен в таинство христианской церкви. На этой части совершается перенесение святых даров с жертвенника на престол во время торжественной процессии, которая называется «Великий вход», и после этого следует пение символа веры, потому что необходимо засвидетельствовать нашу общую веру для того, чтобы всем вместе участвовать в молитвах о присуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христа, и после этого следует уже самая главная, основная часть литургии – евхаристический канон, на котором читаются молитвы либо же Иоанна Златоуста, либо Василия Великого о том, что Господь Иисус Христос сделал для нас, и что Он заповедал вот это вот великое таинство своего тела и крови, произнес эти слова, и священник произносит эти слова Господа, затем благословляет их, призывает Святого Духа, потому что любое таинство, оно совершается действием Святого Духа, и после того, как Святой Дух по молитвам Церкви сходит на дары, то Церковь верует, что они становятся уже самим истинным телом и истинной кровью Господа Иисуса Христа. После завершения евхаритического канона следуют благодарственные молитвы, подготовка к Святому Причащению и уже затем чин Причащения Священнослужителей отдельно в алтаре, а затем уже Священнослужители Причащают Мириан, тех, кто подготовился к Святому Причастию, тех, кто исповедовался и вообще духовно подготовился к принятию тела и крови Христа. После Причастия Мириан следуют уже заключительные молитвы, святые дары переносятся с престола на жертвенник, следует благодарение за совершение этой службы и отпуст, в котором упоминается составитель Божественной Литургии, которой служились святые храма, святые дня, которой служилась эта служба. По окончании обычно произносится проповедь к верующим, поскольку есть такое правило церковное, что ни одна Божественная Литургия не должна совершаться без проповеди, без поучения для верующих. Вот таков смысл этой главной службы православной церкви, которую мы обычно совершаем каждый день в городских храмах, ну а в сельских храмах по субботам, воскресеньям, по праздникам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова